Кстати, если хочется посмотреть подробнее, какой модуль куда пошел, то можно запустить в APEG с таким ключиком Display Models. И тогда он выведет, смотрите, вот детали, здесь модуль и здесь куда он пошел. About.js модуль пошел в нулевой фрагмент сборки, то есть вот сюда. Home.js пошел в первый фрагмент сборки, то есть вот сюда. Дальше, вот это код бабелевских вспомогательных функций, он пошел во второй фрагмент сборки в common, и это welcome.js тоже пошел во второй фрагмент сборки в common. Если хочется еще детальнее, там можно добавить минус v, и тогда он кроме того, что куда пошло, еще и покажет почему. То есть здесь он показывает, что, например, бабелевский файл был подключен в about.js и в home. И welcome.js был подключен в about.js и в home. Такая дополнительная информация иногда бывает полезна. Ну а если хочется еще красивую графическую целиту, тогда можно сделать так. Запустить в APEG с параметром, который выведет в виде JSON статистику о сборке, то есть всю информацию о том, что, куда, почему, дополнительно ключ про файл добавит туда временную информацию, поместим это в файл stats.json. Оно уже все собралось, но так как watch, то оно висит, смотрит. Давайте я оборву эту ситуацию. Вот, у меня появился stats.json. Теперь я открою браузер и зайду на wp.github.io, Analyze. Здесь я выбираю файл stats.json. И вот информация о сборке. В частности, видно, что у нас 4 модуля, 3 кусочка сборки. Давайте кликну сюда. Вот графическая иллюстрация, мышкой и колесико, я могу чуть уменьшить ее. Внизу находятся детали. Здесь мы видим, что у нас 0 это about.js, 1 это home.js, и то и другое использует внутри себя common. Двойка. Заметим, что у common находится плашка entry. Это естественно, ведь common включает в себя основную точку входа в APEG. Сначала common с шапкой, а потом уже что-то из вот этого. Здесь почти все кликабельно, можно посмотреть детали. Например, посмотрим на модуль about. Я перешел в модуль about. То же самое я мог бы сделать, если кликнул models и выбрал бы about. Тут граф зависимости. В нашем случае about использует welcome и использует бабелевский рантайм. И здесь у нас home, который использует то же самое. Бабелевский рантайм и welcome. И ниже информация. Так, здесь home, размер, зависимости, что он включает в себя. Код модуля. Тут все очень просто. Обычно этот граф гораздо сложнее. Иногда бывает интересен, получается, вывести какие-то неочевидные зависимости и посмотреть, почему что-то собирается гораздо дольше, чем могло бы быть. Посмотреть, что лишнее включает в себя сборка. Такое изредка тоже случается.